всем привет сегодня у меня предновогодние видео будет оно крайним в этом году соответственно и я вам хочу показать вот такую вот старенькую игрушку которая называется лохотрончик crazy lotto для начала игры нужно ввести имя и пароль здесь мы скажем так создаем ячейку сохранения одновременно может играть один человек как бы вот но можно создать несколько ячейк сохранения чтобы каждый мог продолжать в любое удобное ему время и давайте посмотрим заставочку здравствуйте лаван евгенич что ты ботланишь называй меня просто ваван в беспокойся ваван я все верну все будет в порядке ну ты козел вообще оборзел срок уже на исходе в натуре сейчас я на мели у меня только пятьдесят один доллар можете их забрать ты что за козла меня держишь бык фанерный блин чтоб завтра полторы тонны были у меня на столе но ваван закрой хлебала крыса облезла короче если денег не будет срок мои братаны тебя на тряпки разорвут все базар окончен ой пацаны слушай у тебя есть здесь копеек нету у меня самому бы где-нибудь надыбать а чё проблема у тебя да вавану я задолжал полторы штуки собирай бутылки бутылках сил обрат у кого их больше тот и сильнее слышь баклан зачем отличается больше шестерки нет а что он всегда может поставить шестерки руку на плечо а шестерка нет да пошел ты открылся новый лотерейный киоск играйте и выигрывайте идея я же могу выиграть полторы тысячи долларов и отдать их в авану добро пожаловать в крэйзи лото рад с тобой познакомиться меня зовут рудик о я вижу ты хочешь почитать книги хочу так сразу убавим звук потому что довольно громко здесь музыка орет в общем в настройках можно выбрать три любых кассира на вид на вид скажем так они только отличаются в основном ну там еще некоторые будут отказываться нам игры определенные как бы проводить включать в основном они отличаются репликами вот так же здесь можно тип субтитры включить краски какие то то есть режим цветности 16 бит и 8 бит и ответ на вопрос кассир вручную автомат здесь 53 игры вообще эта игра скажем так это как вы уже поняли за сборник мини игр скажем так 53 мини игры плюс одна секретная особо ценна это конечно игрушка была в до интернет на эпоху вот с появлением только первых интернетов скажем так потому что здесь в основном игры у нас которые легко скачивается с интернета крестики нолики там пятнашки игра 21 дурака собери пазл тут в общем такие вот я хочу вам показать их всех и параллельно рассказать в общем то об этой игре все что я знаю так ну давайте начнем старт будешь метать дротики за 7 долларов и 2 вообще эта игра у нас вышла 12 февраля 2002 года от издательства бука вот а сделал ее некий лачинов рудольф ты победил в этой игре и выиграл 8 долларов можно сказать что это одна из первых инди игр за 12 долларов этим молотком по пальцам надаем хочу чтобы поднять пальцы нажимай клавиши 1 2 3 4 5 или стрелки чтобы начать игру подыми средний палец вот так же разработчик продолжает и в настоящий момент выпускать и проиграл в этой игре но для платформа android там и айос вот он есть в контакте вот у него открыта страница можно ему написать но я не стал как бы с ним переписаться не знаю что у него спросить вот так же есть контакте группа посвящена этой игре но она уже давно заброшена но я там нашел некоторую полезную информацию устроим тарака не бега за 9 долларов да выбери своего усатого друга в частности в игре есть чит коды вот мы на них чуть позже посмотрим вот сам разработчик я проиграл ты проиграл в этой игре он проживает у нас в городе Рига в Латвии плати 15 долларов и жги газету хочу вот я думаю эта игра отлично бы лучше сейчас как и на мобильных платформах так можно было бы ее выпустить и на компьютере сделать современное переиздание и выпустить в стиме там прикрутить очистки допустим оптимизировать к современным платформам ну операционным системам потому что я столкнулся с проблемой запуска в общем на Windows 10 если а играешь ты играл неплохо но мог бы играть и лучше получи за это 4 доллара если игру просто запускаем то будет белый экран и все цветными тараканами можно поиграть за 15 долларов играю вот в этой же группе вконтакте я нашел решение небольшое там нужно скачать программу vine ну точнее какие то файлы от нее я скачивал сразу архивом добавлял их в папку с игрой вот тогда игра запускается но буквально через 10 секунд от первой заставки экран начинает мигать и играть становится невозможно не знаю это связано может быть с частотой обновления экрана там с вертикальной синхронизации но может быть с одним из последующих обновлений Windows 10 потому что кто-то там пишет в комментариях что играется нормально на 10 винде но у меня не получилось я поиграл с совместимостью но так и не удалось нормально запустить игру так ну здесь нам надо 4 в ряд в общем собрать но или даже сколько и 5 в ряд да 5 но я не буду здесь стараться проходить я вам просто показываю демонстрацию вот у меня не получилось собственно десятки запустить поэтому я достал свой старый ноутбук с 7 виндой подключил старенький микрофон и сейчас я вам показываю эту игру вот я так думаю права на игру все таки остались уборки а не у разработчика потому что он бы я думаю выпустил на мобильных платформах ты играл неплохо но мог бы играть и лучше получи за это 1 доллар свое затворение вот так здесь у нас для электронных игр есть батарейка вот ее нужно сейчас заряд наполовину соответственно потом нужно будет ее купить так она что-то не могу ее найти но в общем она где-то здесь то ли здесь она появится то ли где наперсток за 8 долларов не хочу где ж я возьму столько денег обезьяна Чичичи продала все кирпичи за веревку дернула заплатила 12 долларов не у меня нету столько денег так ну давайте посмотрим это шпора значит код нужно вот здесь ввести вводим значит просто набирая текст на клавиатуре пластилиновая капуста нужно ввести и вот услышали звук и значит щит код сработал вот получили 100 баксов Это шпора Довольно длинный чит-код Но давайте я постараюсь Набрать его по-быстренькому Потом вырежу Как я тут набирал Вот я набрал Полторы тысячи баксов 1506 там получилось Но здесь Вован не любит ворованных денег Да, мы не можем их отнести Здесь система такая Антимошенничества стоит То есть если мы набрали чит-код Не получится их отнести Нужно зарабатывать Только честным путем Но в картмании Игра не чувствительна Никак, поэтому я вам Попозже покажу Тянули эту заставку А сейчас давайте продолжим играть Вот довольно утомительно Конечно было Вводить Сперва купи билеты Ну вот Ты купил билет За один доллар По сто баксов Пятнадцать раз А сейчас надо было Набрать код этот Так Человек-ядро Брось его в ядро За четырнадцать баксов Хочу Так, вообще я эту игру Купил Где-то в 2004 году Купил Вот, мне Понравилась обложка И заинтересовала название Вот, конечно У меня в то время Не получалось ее пройти Хотя я неоднократно Пытался это сделать Вот, я только несколько лет назад В общем, через артмани Ее все-таки прошел Смотрел заставку Ты проиграл в этой игре Вообще стесняюсь Но за одиннадцать долларов Я покажу Что старость Не радость Хочу Хочу Да Поэтому особо Это не надо Вот, если Свернуть игру То название На окошке будет название Крэйзи Лота 4 То есть У меня лохотрончик Крэйзи Лота Да, именно Крэйзи Лота 4 Дело в том, что Первые три версии Этой игры Разработчик выпускал Под дос И, ну, это было Бесплатные Всякие версии Совершенно бесплатные Можно Их скачать было В то время Да и сейчас Вы можете их скачать Но Чтобы распустить Там опять-таки Нужно будет Немножко Приложить усилия Вот это у нас вышло Соответственно Четвертый Ты играл неплохо Но мог бы Играть и лучше Получи за это Три Доллара Хочешь полистать Книжку? Хочу Да, Рудик Это у нас Собственно Сам разработчик И он откажется Сейчас Не Я сегодня Не буду плевать Плевать Он откажется Не пойму Зачем Ты купил Эту какашку За 5 баксов Сначала Заполни билеты Заполняй Лотерейные билеты В общем Это четвертая версия И также Есть пятая Версия Которая вышла У нас Вконтакте Приложение Называется Забытые игрушки Crazy Lota 5 В общем Я тоже Где-то Года 3 назад Когда Прошел Лохотронщика Через Artmoney Вот Как раз таки Начал гуглить Нашел эту группу А теперь Время смотреть Розыгрыш Лото И наткнулся На то приложение Я его Установил АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Билет номер Один Выиграл Количество Совпавших Номеров Один Выигрыш Составляет Один Бакс Я его Пробовал Но в общем Оно очень сырое Там всего Несколько игр Видимо Разработчик Планировал Монетизировать Своё приложение Рудбой Всегда с тобой За 20 баксов Играю Либо Лени Уровень Один Лень заниматься Этим Либо Я не знаю Каким причинам В общем Он его Не довёл до ума Вот А потом Вконтакте У нас Угротило Поддержку Флеш приложений И сейчас В общем-то У вас не получится Запустить Это приложение Я не знаю Как там игроки Тюряги Например На эту На эту новость Отнеслись То, что Своё приложение Вконтакте Не поддерживаются Многие Там Большие деньги Вкладывали Вот В общем Не знаю Почему Игры Не хотят Упускать В стиме Потому что Издательство Бук У нас До сих пор Живое Подаёт признаки жизни У них есть Группа Вконтакте Их уже Конечно Давно Купила Компания 1С Когда По-моему Она 1С Софтлаб Ещё Называлась Называлась Вот Купила И Но всё равно Буква Продолжает Нашу деятельность Проигрыш Ты проиграл В этой игре Не знают Лазер На приводе И Как-то Я не знаю Испортился Или чё Не видит Диск Потому что Он такой Довольно Царапанный Либо Не знаю Чем Проигрыш Ты проиграл В этой игре О Ты хочешь Поплевать По фисам Плати 11 баксов И плюй Хочу Поплевать Прикольно Могло быть И хуже Получи За это 4 Бакса Это Бабкин Бутерброд Фу Как такое Можно Ложить В рот Сперва Купи Билеты Хочешь Сбить Волчком Все Призовые Шарики Заплати 6 баксов И играй Хочу Ты проиграл В этой игре За 10 долларов Я порву Этот бакс И если ты его Склеишь за время То он твой Хочу Ой нет Ребят Как я буду Склеивать Довольно Большой пазл На самом деле Тут надо Эту деньгу Склеить Сдаться в этой игре Равносильно Проигрышу Нет Меня ты Не ударишь Да Мы его тут Не можем Ударить Поэтому О Я вижу Ты хочешь Почитать Книги Хочу На правой кнопку Мыши Делается Поэтому Давайте На бабку Смем А внутри У меня Зеленые Сопли Это Мои Голубые Глазки Погладь Мои Морщины Да Можно Вот так Вот Немножко С ним Взаимодействовать Так Нажав На ручку Мы выйдем Отсюда Но игра Как бы Сохранится Если мы Своими Пароли Ведем То сможем Продолжить Играть Хочешь За 13 долларов Набейте мне Морду Хочу Так Я забыл Управление Тут еще Не помню Но пробел Что-то Не получается На какую Тут Плавь Ты проиграл в этой игре Так Ну давайте Я вам покажу Наверное Что будет Если Мы останемся Без денег Как ты думаешь Кто сделал Эту игру Для этого Я веду Также чит-код Потому что Придется Долго Тратить Сейчас Ту сумму Которую имеем На настоящий момент В общем Как я говорил Для 100 бакс Нужно Пластилиновая капуста Везти А для того Чтобы Убрать Все деньги Нужно Везти Слово Труп Без денег Ты нам Больше не нужен Иди отсюда Слышь Костыль Дело есть Помнишь Баклана Который Вчера Приходил Этот Черт В натуре Бабки Не вернул Упакуйте Его Ребятки Я ведь говорил В бутылках Сила Да Здесь Такая Еще Приколюха Что На Надгробье Будет Имя Ваше Которое Введете Туда И соответственно Даты Когда Вы Начали Играть И Когда У вас Закончились Деньги Вот Ну Тут Видите Не поместилось Чуть Чуть Так Давайте Еще раз Попробуем Но в этот раз Я сейчас Через Артмани Себе Денег Туда Накручу Я бабка Приветствую тебя В нашем Крэйзи Лото В общем Я сделал Все 2000 Долларов И у нас Появляется Лицо Вавана На этот раз Не перечеркнуто Мы можем Отнести Ему Деньги Но Пока Я Не буду Этого Делать Потому Что Не все Игры Еще Я вам показал Хочешь Испытать Удачу Веревочками Плати 11 Баксов Хочу Ты победил В этой Игре И выиграл 25 Долларов Хочешь Испытать Удачу Веревочками Плати 11 Баксов Хочу Мне сегодня Везет Ты победил В этой Игре И выиграл 20 Хочешь Испытать Хочу А чем Тебе Лампочка Не понравилась Теперь Придется Платить 12 Долларов Ну На Подавись Ты Проиграл В этой Игре Плати 19 Долларов И Поиграй С Пластулиноедом Играю Уровень Один Это у нас Типа Пакмен Так А вот тут Тут работают Клавиши Стрелочки Здесь у нас 50 уровней По-моему Конечно Я Ни разу Не Попад Играет Много Ты Молодец Играл Неплохо Получи За это 2 Доллара За 16 Долларов Ты можешь Поубивать Проджетистов Хочу Типа Проджет Неплохо Ты проиграл в этой игре. Даже на 100 долларов ты можешь поубивать пару шестистов. Хочу. Нельзя ни одного что ли подпустить? Просто он стреляет так редко. Я не понимаю. Да, надо снимать. Ну, это весьма трудно. Ты молодец. Играл неплохо. Получи за это. Будешь читать книгу? Да. Так, опять музыка прибавилась. Блин. Давай полетаем на самолётиках за 11 долларов. Хочу. От винта. Ты проиграл в этой игре. Плати 11 баксов и сможешь помочь парашютистам спуститься. Играю. Да, здесь тоже на контрол управление. Выкидываем его. Потом на контроле опять-таки разбиваем парашют. И стрелочками. Можем чуть-чуть ему помогать. Ну, тут вот. И пошло ориентируемся, куда ветер нужен. Ты молодец. Играл неплохо. Получи за это. 3 доллара. А эту лампочку я принесла из дому. Самая простая игра, на которой можно насобирать денег, это вот эта. Хочу поубивать бандитов за 18 долларов. Хочу. Здесь есть элемент случайности. Такой, что не всегда нам патроны дополнительные попадаются. Вот такие. Иногда они заканчиваются. Я не помню, сколько надо очков здесь набрать, чтобы считаться победителем. Ну, в общем, если только в это играть, это, конечно, будет скучно, но... Денег вы наберёте. Ты молодец. Играл неплохо. Получи за это. 2 доллара. Самогонка это яд. От неё дома горят. Так, книга рекордов. Будешь читать книгу? Да. Да, тут у нас рекорды. Очков и денег, которые мы набрали. По всем играм, получается, можно посмотреть. Наверное. Будешь читать книгу? Да. Да, тут вот написано. Даже электронная почта, разработчика, не знаю, сейчас она работает или нет. Платить 6 баксов и разбивай мои любимые бутылки. Да, руки, конечно, дёргаются у него, как с похмелья. Ты молодец. Играл неплохо. Получи за это. 6 долларов. Это моя прапрабабушка. Эротика, будешь читать книгу? Да. Эротика. Гурилку я люблю с детства. Это мои глаза. Баскетбольный тренажёр за 8 баксов. Хочу. Кстати, посмотрел на ютубе. Ну, конечно же, есть и на эту игру ролики. Ты проиграл в этой игре. По-моему, два ролика там всего выложено. Вот, ну, будет, значит, ещё и мой. За 10 баксов можешь пострелять по уточкам. Хочу. Я не жадный, но лампочка стоит 12 долларов. Ну на, подавись. Ты проиграл в этой игре. Над змеюкой ты можешь поиздеваться за 12 долларов. Хочу. Так, ну это змейка. Ты играл неполучительно. Неплохо, но мог бы играть и лучше. Получи за это 1 доллар. Так, ну сверху, в общем-то, все игры уже показал, как снизу. Что у нас тут осталось? Вот это. Мини пятнашки, мини пятнашки, мини пятнашки за 14 долларов. Играю. Мини пятнашки, это вы поняли. Фу, позорник, ты сдался. Эта игра плохая, но можно в нее сыграть за 10 долларов. Играю. Здесь, не знаю, здесь надо... Нет, цвета выставить. Правильно. Но у меня тут никогда не получалось это сделать. Фу, позорник. Крестики-нолики за 1 доллар. Хочу. Ты победил в этой игре и выиграл 2 доллара. Да, всего 2 доллара дают мало за победу. Это интеллектуальная игра. За 7 долларов. Хочу. Ну это, типа, соедини линии. Не знаю, тоже не особо интересно. Ты проиграл в этой игре. Русское лото за 8 долларов. Играю. Ну вот в это еще интересно поиграть. Тут 76. Ого, выпало 14. Ну он тут, конечно, проговаривает эти реплики. А я достал. 81. Такой есть. Вот, тут довольно медленный темп игры. Поэтому сдаемся. Фу, позорник. Так, здесь все. Так, карты. За 15 долларов мы узнаем, кто из нас дурак. А у кого наименьший козырь, он у меня нет. Значит, ты начнешь игру. Так, у меня нету... На тебе еще карту. Ген, это твой ход. Ну да, конечно. Я подброшу тебе карту. Я подброшу тебе карту. Ген, это твой ход. Ну да, конечно. Рудик, не подглядывай. Ты подглядываешь, и я буду. Я подкину тебе несколько карт. Рудик, не подглядывай. Ты подглядываешь, и я буду. Вот тебе еще пара карт. О, мой ход. На тебе еще карту. Я подкину тебе ещё одну карту Эй, дайте мне подкинуть Ура, я победил Рудик, это твой ход Ну да, это верно Я оставил вас в дураках Ты победил в этой игре и выиграл 21 доллар Весёлая четвёрка за 15 долларов Играю У меня очень хорошие карты Значит я начну игру Так, ну здесь нужно собрать 4 одинаковых Только я что-то... Ну бери Не дам, потому что нету Бери карту с колоды Давай семёрку А у меня таких не имеется Я возьму карту с колоды Такой нету Бери карту с колоды Я взял то, что хотел Значит снова твой ход Ну бери Не дам, потому что нету Бери карту с колоды Дай мне девятку А у меня таких не имеется Я возьму карту с колоды Не дам, потому что нету Бери карту с колоды Дай мне восьмёрку Ну ладно, забирай Хочу семёрку Ну нету у меня такой Я возьму карту с колоды Такой нету Бери карту с колоды Ура Я собрал 4 карты Дай мне семёрку А у меня таких не имеется Я возьму карту с колоды Ну бери Не дам, потому что нету Бери карту с колоды Дай мне восьмёрку А у меня таких не имеется Я возьму карту с колоды Так, ну я думаю вы поняли смысл Фу, позор Очко за 10 долларов Играю Нужна карта? Бери Мне нужна ещё карта Нужна карта? Бери Так, ну здесь нужно 21 набрать Хватит Всё, комплект готов Я проиграл У меня сумма меньше твоей Ты проиграл Поканаемся за 3 доллара Да Камень, ножницы, бумага Раз, два, три Я порежу твою бумагу Ты победил в этой игре И выиграл 6 долларов Хочешь полистать книжку? Хочу Ай, ты ж выколешь мне глаз Нет, меня ты не ударишь Мой нос Всем на сам нос Найди шарик За 8 долларов Играю Ты проиграл в этой игре Да, здесь где-то элемент случайности В основном, конечно же, где-то наше мастерство можно показать Пробежимся за 10 долларов Да На старт Внимание Марш Первый круг Здесь мы вот так вот бегаем Управляем стрелочкой Так, и что он тут Через это дерево Не помню, как Как тут прыгать-то Ладно, почек В общем, здесь нужно прийти первым Когда мы выбираем Я проиграл Ты проиграл в этой игре Бег с кубиками Игра не для слабаков Тем более, если она стоит 10 долларов Играю На старт Внимание Марш Кидаю кубики Ну, это просто такая простенькая настольная игра получается Я мастерски кинул И у меня выпало 8 И, соответственно, кто первый Вроде это мой ход Надо бросать кубики Везет тебе Выпало 10 Ага Мой ход Ше Дорога идет вниз Мне что ли кубики кидать? Кидун проклятый У тебя выпало 9 Да, здесь если вот На эту стрелу что-то Кидаю кубики Может, ну так вот все время по кругу ходишь Повезло Выпало 9 На зеленый наоборот Тут получается преимущество Вроде это мой ход Надо бросать кубики Я проиграл Ты проигра... Так Морской бой Играем в кораблики За 14 баксов Да Мимо Промах Котой Промах Ранил Ай, замочил Ранил Мимо Мимо Ай, замочил Мимо Так, ну и так далее Сдаться в этой игре Равносильно проигрышу Хочешь За 5 баксов Пострелять по кораблям Хочу Да, это типа Как советский игровой автомат Тут Отпускаем торпеду Только надо с укреплением Ах, да Блин А это тут Наоборот Медленно Не знаю На что Влияет Или нет Вот эти Только стрелочки Получается И на хангл Опять-таки Упускаем ракету Ну да Тут Считаю Второй попытки Нет, чтобы выстрелить Только одна Зарядка Прикольно Могло быть и хуже Получи за это 3 бакса Висит груша Нельзя скушать Так, вот Рейные билеты Мы уже видели Пока деда рядом нет Мы словим рыбку на обед За 19 бакс За 19 баксов Да А это здесь словим рыбу Довольно, кстати, интересно Играть Но черную рыбку Вот эта Которая поверху плавает Ее нельзя здесь поймать Она как бы нам мешает Проложивать Рыбу А вот зато можно Этого врачка поймать Дается аж 10 минут Кто больше насобирает Удочка у нас Соответственно Вперёг-назад И Вверх-вниз Тоже Но останавливать ее нельзя Когда поймали уже Если она тянется Может только замедлить Чуть Сдаться в этой игре Так Кости Хочешь угадать кубик За 3 бакса? Хочу Да, здесь просто Кубики сверху летят Если угадали Там один Ты проиграл в этой игре Определенную сумму выиграем Если два То еще Больше выиграем Кидаем кости За 3 доллара У кого больше То ты победил Хочу А все-таки У меня больше Ты победил в этой игре И выиграл 6 баксов Орел или решка Начальная ставка 3 бакса Будешь играть? Да Так 9 Это максимум Ты победил в этой игре И выиграл 13 баксов Так Еще вот здесь Игры остались Футбол Пимбол Да какая разница Плати 10 баксов И играй Хочу Управляемся Сдаться в этой игре равносильно проигрышу. В футбол играют настоящие мужчины, и только трус не играет в него за 15 баксов. Играю. Наши фигурки синие. С девочками управляем латарем верхний, а это мышки. Сдат. Хочешь кинуть шарик в лунку? Плати 4 доллара. Хочу. Хочешь кинуть шарик в лунку? Плати 4 доллара. Будешь играть? Да. Уровень 1. Хочешь кинуть шарик в лунку? Так, ну это типа тенниса у нас игру. Хочешь кинуть шарик в лунку? Плати 5 доллара. Уровень 1. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прикольно, могло быть и хуже... Хочешь за 6 долларов определить, каких шариков больше? Хочу... Запоминай... Выбирай... Ты проиграл в этой игре... Да, с таким клоуном даже за 10 баксов не соскучишься. Хочешь с ним поиграть? Хочу. Прикольно. Так, ну там нужно попадать по лево и право, соответственно, чтобы он нас не раздавил. Так, и остался последний ряд игр. Это вот эти электронные. Фисы на кухне. Стоит 20 баксов. Будешь играть? Да. Не дадим колбаскам умереть? Да, да. Для победы нужно спасти 500 колбасок. Так, ну это игра Веселый Повар. Вообще эти игры выходили на... Как, на Nintendo вот эти были. Игровые устройства, потом их скопировали в Советском Союзе. Там были тоже. Веселый Повар, Тайна Океана. Ну погоди там... Ух, я сегодня не пришла. Но игра продолжается. Ты проиграл в этой игре. Подводная Одиссея команды Фис. Стоит 20 баксов. Будешь играть? Да. Вперёд! На поиски сокровищ. Для победы нужно достать 500 мешков золота. Да, вот Тайна Океана. Ну вот эти все игры, кстати, очень сложные тут. Сложно тут выиграть. У меня никогда не получалось. Тут надо, получается, из-за его очень... Чё, быстро наследить? Пускай сегодня не пришло, но игра продолжается. Прикольно. Могло быть и хуже. Получи за это 1 бакс. Поставим на машины резиновые шины. И за 20 баксов поедешь ты кататься? Да. Ф и С отличные водители. На какой дороге мы сегодня будем гонять? Для победы нужно проехать тысячу километров. С ума что ли сошёл? Пускай сегодня не пришло, но игра продолжается. Прикольно. Фисы на ферме дядюшки Джо. За 20 баксов будешь играть? Да. Готов к защите яиц дядюшки Джо? Для победы нужно не расквасить 500 яиц. Ну вот, это, кстати, нужно ходить, да? Когда он ловил эти яицы... Пускай сегодня не пришло. Но игра продолжается. Ты проиграл в этой игре. Ты хочешь поиграть за 20 баксов? На далёкой планете. В далёкой галактике. С нашими Фисами. Хочу. Любите ли вы космодромы, как люблю их я? Если да, то выбери сложность. Для победы спаси мой зад 500 раз. Так, ну это астронавты, что ли, называете? Или как тоже? Такая игрушка была. Вот это, наверное, тут самая простая. Поначалу нужно просто... Поставлять им эту платформу, чтобы они не упали в пропасть. Ну и, чтобы не затягивать, я, конечно, не буду сейчас. Проходите. Таким же образом. Пускай сегодня не пришло, но игра продолжается. Ты проиграл в этой игре. В общем, я вам показал все игры. Осталась только одна секретная. Рассмотри эту бумажку поближе. Для ее запуска нужно ввести код. В общем, как мы знаем, что 11 сентября произошла ужасная террористическая атака на Соединенные Штаты Америки. И это повлияло даже на некоторые игры. Сразу вспоминается GTA 3. Где, насколько я помню, изменили там цвет полицейских машин. Вроде саму модельку также полицейских. И еще вроде обрезали крылья вот этому самолету. Хотя это спорно там. Вот. И еще такая игра, как Фаренгейт. Интерактивное кино от Contic Dream. Которое тоже в Соединенных Штатах вышло под названием «Пророчество Индиго». Потому что Фаренгейт там ассоциировался с фильмом «Фаренгейт 9.11». И, по-моему, только когда вышел этот позорный ремейк Фаренгейта. Несколько лет, наверное, уже тому назад. Или сколько там прошло. Вот тогда только вернули это название первоначальное. Под которым эта игра выходила в Европе. Ну, то есть Фаренгейт, да, соответственно. Ну, вот на Лохотрончик Рейси Лота тоже повлияла эта катастрофа. В общем, возим код. Бин Ладен. И у нас здесь становится доступна еще одна игра, четвертая дополнительная. Если хочешь слетать в город, заплати 15 баксов. Хочу. Уровень 1. В общем, надо разбомить эти здания. Прикольно. Могло быть и хуже. Получи за это 2 бакса. Так, ну и что, относим деньги в Авану, и на этом все. Ты прямо сейчас хочешь отнести деньги в Авану? Да. ВАВАН Шо ты хочешь, быдло? Я принес ваши кровные деньги. Где ты, блин, нарезал столько капусты? Да вот. Типа копил, копил и накопил. Ну, давай их сюда. И чтоб твоя задница здесь больше не светилась. Так, ну здесь можно играть, уйти. Эх, жаль. Сегодня у меня была возможность разбогатеть. Я ведь говорил, в бутылках сила. В общем, такая вот игра. Надеюсь, вам понравилась. Так, хотел еще сказать. В общем, я говорил, что будет распаковка на коллекционное издание игры Киберпанк. Дело в том, что да, я действительно его приобрел, снял даже распаковку, но качество видео мне не понравилось, хотя я снимал на GoPro восьмую. Вот, но я вам уже говорил, что он при слабом освещении плохо снимает. В общем, мерцает очень изображение. Вот, я решил все-таки выложить видео в закрытый доступ по ссылке. Ссылка будет в описании к этому видео. Можете посмотреть, если вам интересно. Вот, в следующем году, ну, я опять буду продолжать выпускать какие-нибудь видео. Пока еще не знаю, что там будет. Скорее всего, пройдем, наверное, какие-нибудь старые. Сделаем, может быть, летсплеи там, что-нибудь такое. Вот, в общем, всех поздравляю с Новым Годом, 2021. Желаю вам удачи, здоровья, денег побольше, всего самого лучшего. Оставляйте свои комментарии под этим видео. Ставьте лайк, подписывайтесь. Еще раз всех с Новым Годом, желаю удачи. Всем пока, до новых встреч.